В фойе детской школы искусств шумно и многолюдно старшие по домам инициативные группы и просто неравнодушные жители в основном центральной части города Видное пришли на очередную встречу в формате выездной администрации для того, чтобы решить волнующие их вопросы. Ведь такой прямой диалог между населением и представителями администрации доказал свою эффективность. Я неоднократно была уже на выездной администрации. В общем-то, очень полезное, скажем так, мероприятие. И на встречи главе не всегда можно попасть. А тут все представители сидят. В общем-то, по любым вопросам подходишь, обращаешься, ответы все дают. Вопросы решаются. Староста деревни Опаренки Евгения Батраева пришла с подготовленным списком обращений от жителей населенного пункта. Мы обращались к Морозовой Виктории Андреевне по вопросам экологии. У нас на территории складывается мусор. С серыми мусорщиками они просто приезжают и на территории, которые никем не благоустроены, просто высыпают систематический мусор. Боремся уже целый год с этим. Виктория Андреевна достаточно новый сотрудник. Она сказала, что мы проедем на место, все обследуем, все зафиксируем. В ходе приема представители различных управлений и служб округа рассмотрели вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и установку парковочных мест, а также транспортной доступности. Сегодня обращалась к Поповой, в общем даже благодарила, потому что вопрос решился доступной среды, общественный транспорт. Ну как решился, он всегда работал, но надо держать на контроле, чтобы инвалиды на колясках могли пользоваться общественным транспортом. И по уже сложившейся традиции во второй части мероприятия к прямому диалогу присоединился глава Ленинского городского округа. Жительница поселка Бутова Наталья обратилась к Станиславу Катарову с просьбой решить вопрос с забором, который перегородил въезд к пяти жилым домам. Ограждение было установлено из-за строительства эстакады на Варшавском шоссе. У меня есть документ, где делают развязку, Расторгульское и Варшавское шоссе. Нет доступа в пять домов. Вот я мать шестерых детей. А вы родили коллеги? Я тут предлагаю поаплодировать просто. Спасибо. Вот, я сегодня приехала на своем мини-автобусе и просто не смогла попасть туда. Я считаю, что это такое маленькое ЧП у нас. Данную ситуацию прокомментировал заместитель главы, курирующий транспортные вопросы Андрей Олюков. Правильно понимать, что это федеральная служба, она федеральная дорога перегородила, не подумав про наших жителей? Совершенно верно. Поэтому мы уже обсудили, как мы решим эту задачу. Завтра у нас выездное. Начальник отдела туда выезжает, Андрей Володимирович, что выезжает. И я думаю, что мы решим эту задачу. Также в ходе беседы глава проинформировал собравшихся о планах по благоустройству трех парков в городе Видное. Тимоховский, который был частично сделан, потом Видновский лесопарк и Дедылдинский лесопарк. Там есть уже частично благоустройство. Мы будем планировать его, но не обещаю, что в следующий год, потому что нам нужно его сначала запроектировать, продолжение, дальше точно так же его делать. Проектирование, продолжение Тимугского врага. Соответственно, надо посмотреть, чтобы у нас в программу тоже легло. Ладно? Во время встречи Станислав Каторов ответил на все поступившие вопросы. Обращения будут проработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.